Преломление своего слова, чтобы оно было открыто для нас. Слава Тебе, всемогущий Бог! В нашем Господе Иисус Христе открывается для нас Слово Твое. Потому что так и написано, что и по сей день на Святом Писании лежит покрывало. И это покрывало снимается только Христом Иисусом. Открывай нам, Господи, Твое Святое Слово. Потому что написано, если Ты откроешь, никто не может закрыть. Но если Ты закроешь, то никто не может открыть. Пусть Твоя благодать всегда будет открыта для нас. Через Твое Твое Слово. Пусть Твое Слово, Твой хлеб, сходящий с неба, преломится для нас особенным образом. Хвала Тебе, всемогущий. И мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа. Ишуа Машеха. И народ Божий это скажет. Аминь. Божий народ не как каже. Аминь. И сегодня тема моих проповедей. И днес темата на моето проповед. Так, утром навеяла. Сутринта така си молился Господу. Молих се на Господ. А чем проповедать сьогодне? За какво да проповедам днес. И така тема какая прекрасна защита от пагубных ересей. От пагубных ересей. От пагубных ересей. Да, вы знаете, что если 2000 лет тому назад были ереси, то понятно, что в последнее время эти ереси они будут умножаться. Как точно знать во что я верю? Я думаю, что вы все слышали эту историю. Как пропала одна картина Рембрандта. И в этом мире есть очень много репродукций картин Рембрандта. И конечно появилось очень много подделок. И только эксперт мог отличить оригиналы подделки. И когда приносили очередную подделку, эксперт исследовал не больше пяти минут. И говорил о том, что это не является оригиналом. И так было с десятками картин. Кто-то спросил у него, как вы отличаете подделку от оригинала. И он сказал очень просто. Просто я очень хорошо знаю оригинал картины. Миллиметр за миллиметром. Я изучил эту картину. Досконально. Много детайлно. И если я вижу подделку, я сразу вижу, что эта картина не соответствует. Оригиналом. оригиналом. О чем это нам говорит христианам? Нам, христианам, очень важно знать оригинал. За нас много важно да познавам и оригинал. Очень важно знать Слово Божие. Многие места желательно знать наизусть. Многие места нам надо понимать сердцем. Потому что недостаточно их понимать головой. Они для наших сердец написаны. Они спасают наши души. Они ведут нас во спасение. И один из теологов сказал, если бы до нас сегодня дошло только одно послание. А все остальные бы просто были утрачены. Мы имели бы 100% шанс на спасение. И он назвал послание апостола богослова. Послание апостола Иоанна. Апостол Иоанн это один из моих самых любимых апостолов. Я могу так сказать. Конечно в Библии в Евангелии можно найти какие-то противоречивые места. А послания апостола Павла апостол Петр как написал? Послание неудобо вразумительное. Как на болгарский язык. Трудно за разбирание. По-русски звучит по-старо-славянски неудобо вразумительное. То есть их неудобно понимать. Но читаешь, читаешь и не всегда понятно. Читаешь, читаешь и не виногите и ясно. Я могу допустить. Вы знаете, есть такой один христианский анекдот. Бих могил допустить один христианский виц. Один христианский теолог попал на небеса. И он спорит и спорит. И то и спорит и спорит. И знаете, с кем он спорит? С кого? И он спорит с апостолом Павлом. Спорит с апостолом Павлом. Ну вот написано. Ну написано же. Пиши. И апостол Павел что ему отвечает? Ну я не это имел ввиду. Я мог предвид тува. Бывает и такое. Вы знаете, для меня слово абсолют ну слово которое не подлежит никакому сомнению. Это слова самого Господа Иисус Христа. Я их не подвергаю сомнению сегодня. Конечно 30 лет я исследую Евангелие. Тору послание дополнительное послание один из посланий апокрифических Ветхого Завета и на самом деле дошло и нашли совсем не так давно на Кургане апокрифические послания Нового Завета и тях сам ги прочел. Ну вы знаете просто хочу так сказать но лучше чем наш Господь Иисус Христос ничего не скажешь и к этому нечего добавить и от этого нечего отбавить но вот Он сказал и это просто вот так как какой-то непоколебимый столб сегодня я воспринимаю слова Ешуа как свершившийся факт вот Он сказал что было Он сказал что есть и Он сказал что будет и для меня это свершившийся факт понимаете меня я сразу говорю это да и аминь потому что Иисус Христос Он не человек чтобы обманывать Он Господь Бог Всемогущ и Всеведущий Он знает начало и знает конец все с него началось потому что Он есть Слово Всемогущего Бога и все им закончится в нем ответ почему Бог есть Бог един потому что Бога не видел никто никогда единородный сын сущий то есть буквально Егова вечно существующий внедри Отчим в сердце на Бог Он Иисус Христос явил славу Отца на этой земле и это написано в Евангелии Атеана в первой главе а сегодня открою первое послание Атеана это самая прекрасна защита от Ерес и сегодня открою только малую часть и потом если Бог позволит то буду еще потом продолжать как отличить Ерес от истины как отличить копию от оригинала и давайте мы прочтем первые стихи первое послание от Иоанна 4 глава с первого стиха вот первый стих возлюбленные не всякому духу верьте но испытывайте духов от Бога ли они потому что много лжепророков появилось в мире духа Божия и духа заблуждения узнавайте так всякий дух который исповедует Иисус Христа пришедший во плоти есть от Бога а всякий дух который не исповедует Иисус Христа пришедший во плоти не есть от Бога но это дух Антихриста о котором вы слышали что он придет и теперь есть уже в мире можете сказать на это аминь вот это да и аминь вы знаете вот для меня апостол Иоанн это как бы второй по величине такой богослов взамен апостол Иоанна Катуфторе по величине богослов который донес до нас ну важнейшие истины какой-то нос из-за нас много важной истины я думаю что Евангелие в миниатюре нам всем понятно глубоко что Бог так сильно возлюбил этот мир Иоанна 3.16 что отдал Сына Свой единородного дабы всякий верующий в Него не погиб но имел жизнь вечную аминь и вы знаете в чем отличие почему не Мухаммед почему не Харакришна почему не Будда и почему не Конфуция вы знаете очень важно уловить саму суть Евангелия вот написано вот это основное вот это основа оригинала основа то на оригинала основа истины основа то на истина что есть основа что есть стержень креупорота всякий дух который исповедует Иисус Христа пришедший во плоти есть от Бога и все всякий дух который исповедует Иисус Христа пришедший во плоти есть от Бога всякий дух какой-то исповедует Иисус Христос душил во плот и от Бога И о чем это говорит? В определенный момент Слово всемогущего Бога, которое было неотделимо от Бога, которое вечно существовало в Боге, и у этого Слова на самом деле не было ни начала, и это Слово Божие, оно бесконечно. Но через это Слово все начало быть, что начало быть. Так написано. Все видимое и невидимое сотворено посредством Слова. А в определенный момент Господь не рождает, как обычные люди. Понятно, что Иисус Христос был зачат от Святого Духа, но нам важно быть просто пропитанным тем, что Иисус Христос изначально это есть неотделимое Божие Слово. И написано так. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вы можете сказать про Мухаммеда, например, что Мухаммед это Бог. Или Конфуция это Бог. Но это не соответствует даже ихним учениям. Понимаете? То есть, Мухаммед никогда себе не заявлял, что он является Богом. Он никогда не говорил, что он есть Аллах. Его бы сразу побили бы камнями. Хара Кришна никогда не заявлял о том, Будда Конфуция. Но Иисус Христос пришел на эту землю, и Он сказал такую простую истину. Я Отец одно. Как Бог Отец во мне, так и я в Нем едины. Аллилуйя. И вот знаете, на самом деле Бог, Он не разделился. Просто Иисус Христос явил славу Отца, написано. Полнота Божества телесна. Показал Себе ангелом. Вознесся в славе. Утверждает, что Он был на 100% Бог. На 100% человек. Но на самом деле в определенный момент Слово Бога. Слово всемогущего Бога. Приобрело вид плоти. И так и написано. И Слово стало плотью. И обитало среди нас полная благодать и истины. Аллилуйя. И вот это просто Божья слава. Нам вот это надо просто в себя впитать. чтобы это текло по нашим жилам как самая драгоценная истина. Если к нам кто-то со стороны пытается внушить о том, что Иисус Христос с чего взяли, что Он Бог. За что семья систи Иисус Христос Он такой же как и все мы люди. Он родился от родился от женщин от жена прожил 33,5 года и потом Его убили. Ну подумаешь там помучился на кресте. Но в те годы очень многих распяли. И вот такая вот я не побоюсь сказать ересь настоящая ересь сегодня очень часто проповедуются в этом мире. Что это просто римский божок которому просто навязали нам чтобы отвлекать наше внимание от более важных политических вещей и событий. политических ништя Если мы в это поверим то мы сразу же автоматически теряем свое спасение потому что всякая надежда пропадает. Написано, что если Христос не воскрес то ваша вера она тщетна. Вы уже умерли во своих грехах. Но апостол Павел восклицает но воскрес Апостол Павел воскликва что то и воскрес Аминь ты можешь сказать Иисус Христос воскрес Он умер но он и воскрес и воседая сегодня одесную Бога на небесах и мы в это верим Да, мне вот на трез диасе спросили А вот глухонебой родился Он никогда не слышал Евангелие Ему как? Ну вот я Алексей сидит здесь это он задал такой вопрос Молодец что копает Я говорю о том что есть специальная азбука по которой глухонемые учатся читать В нашей церкви в Казахстане целое собрание было глухонебых Один диакон выучил язык глухонемых И они прочитали Евангелие И знаете как они изменились Вы знаете что глухонемые они вследствие своих каких-то вот таких недостатков в последствие того что они не слышат и не могут говорить их очень легко вывести из равновесия Они очень быстро раздражаются и могут даже на тебя напасть Но мы увидели на своих глазах как все вот эти глухонемые группа они заотки коротки промежу до времени очень сильно изменились они начали улыбаться их лица осветились и их очень трудно было вывести из равновесия потому что они вместили в себя некое послание и вы знаете интересный феномен вот Слово Божие говорит всякий призвавший имя Господь не спасется то есть достаточно просто призвать имя Иисуса и сказать что Иисус есть Христос то Иисус есть помазание и ты спасен это спасает это знание это вера а как глухонемому сказать ну мы слышали это этих людей они пытались произнести имя Иисуса мы молили за исцеление но они почему-то не исцелялись они были рожденными и их призвание выглядело примерно так их призвание Иисуса выглядело примерно так ну вот примерно вот так это это я слышал своими ушами и как вы думаете Бог слышит такое призвание я скажу вам слышит еще как слышит потому что это крик из твоего сердца в самом себе он произносит Иисуса и Бог прекрасно понимает вы знаете на каких языках сегодня произносится имя Иисуса хотя правильно звучит и Ишуа корейцы говорят Иса корейцы называют Иса мусульмане говорят Иса Масих казахи говорят Иса и вот разница и диапазон просто огромный разликата и много голяма и как вы думаете Бог понимает когда казах призывает имя Иссы или корейц призывает имя Иссы корейц конечно понимает потому что для Бога важна вера кого мы призываем и вот это самая главная основная ересь духа заблуждения узнавайте так всякий дух который исповедует Иисус Христа пришедший во плоти есть от Бога а всякий дух который не исповедует Иисус Христа пришедший во плоти не есть от Бога но это дух антихриста вот просто кто-то к вам подошел и говорят есть другой спаситель давайте лучше верить в Будду там по крайней мере есть нирвана там по ней има нирвана ты ощутиш такой кайф полетаем в космос и вы знаете это не просто дух в Будды Библия говорит о том что если не исповедует Иисус Христа это дух чей это дух антихриста и нам надо это четко отделять если идут искажения я принимаю это как дух антихриста и я это не принимаю я воспринимаю это как чистую ересь значит учение свидетелей Иеговы оно очень такое опасно потому что кого они проповедуют Иисус Христос кто угодно просто хороший человек хороший учитель очень мощнейший теолог который творил чудеса но он не Бог это учение свидетелей Иегова почитайте староживую башню но лучше не читайте даже я потратил очень много времени когда сталкивался в таких теологических столкновениях сейчас оно конечно еще более становится изощренным это учение и вроде как начали даже что-то признавать что-то приближенное но все равно не Бог и что это тогда для нас это Дух Антихриста и мы этого не принимаем 4 стиха дети вы от Бога победили их ибо тот кто в вас больше того кто в мире вы знаете вот я на 30 я проповедовал давал такую тему что я когда-то работал в психиатрической клинике в качестве врача-психиатра и я работал в таком отделении которое было очень ну я могу так сказать самое страшное отделение в самой страшной больнице которая в Караганде была построена на братской могиле и над этой больнице постоянно кружили черные вороны и там было очень много одержимых ну вот реально одержимых которые бесновались которые проклинали имя Бога которые постоянно богохульствовали постоянное сквернословие и маты постоянно зачувах псевни страшные маты от которых вот лично у меня вот так уши сворачивались просто в трубочку и внутренность моя сжималась и тут же приходил дух негодования чтобы подойти и просто приказать запретить да ги изгонять и знаете как Бог проверял мою веру приходил страх господи а что если я подойду помолюсь а бес а бес не уйдет пак беса няма да си тръгне но тогда ты узнаешь что если Иисус тебе то бес уйдет беса ще си замини если Иисус не в тебе то бес не уйдет беса няма грани которые я потом узнал и разбира се имаше много тънки такива моменти за които если человеку нравится грех ко мне подошел человек он пришел ко мне домой и говорит ну пастор помолись за меня ты ж такой духовный у нас во мне тысячи бесов ну давай попробуй кто кого или тот кто в тебе или тот кто во мне и знаете пришло слово знание я сказал ему я не буду за тебя молиться почему потому что ты находишься в завете с бесами тебе нравится грех а Бог не отпускает просто всех людей на свободу у пророка Исаия или сам Иисус Христос он сказал такую фразу Бог отпускает измученных на свободу значит ты еще до конца не измучен тебе нравится то что дают тебе бес ты находишься в рабстве у дьявола и тебе нравится это рабство этот человек развернулся и ушел и вы знаете этот человек очень страстно закончил он соблазнил одну сестру в церкви потом начал ее резать в своем доме она пыталась от него сбежать это была наша дочь духовная дочь вот хотела спасти брата своими человеческими силами убегая от него она спрыгнула с третьего этажа и поломала себе кости насколько опасно заигрывать с дьяволом мы с этим столкнулись напрямую или когда ты молишь за больно Господи вот сейчас помолюсь а он не исцелится то же самое но если Христос тебе твоя задача только возложить руки вы знаете Бог доверил нам самую легкую часть и он сказал в Евангелии от Марка в 16 главе что у верующих будут сопровождать все знамения возложат руки на больных и будут здоровы так или не так моя задача только возложить руки и помолиться во имя Иисуса Христа то что мы в нашем центре делаем очень часто просто предлагаем а вы не хотите чтобы мы за вас помолились с помозанием елея или просто с возложением рук большинство людей слава Богу соглашаются некоторые из них получают исцеление а некоторые не получают и знаете почему потому что написано слова Иисуса Христа думайте на Иисус Христос Бог исцеляет Бог исцеляет не всех исцеляет не всички Бог исцеляет сокрушенных сердцем Бог исцеляет сокрушение сердца те кто достаточно сокрушился пред Бога пришел к Богу и сказал Господи я больше так не могу Господи повече не могу я сокрушаюсь пред Тебе исцели меня я буду Твой Ты мой Бог и я Твой делай то что Ты хочешь прави това кое Ту искаш в моей жизни в мой живот очень много историй которые говорят о том что человек получил мощное исцеление от неизлечимого заболевания после того как отдал свою жизнь Господа Иисус Христос на Господа Иисус Христос аминь или не аминь я слышал очень много таких историй я слышал много таких историй я сегодня приостановлюсь потому что у нас сегодня будут вот такие свидетельства но я еще раз напомню что те кто побывали на Трездес это переводится с испанского три дня мы добавляем три дня с Богом не рассказывайте пожалуйста какие-то подробности из того что там было можно просто рассказать какое-то свидетельство что вы получили там исцеление освобождение какое-то мощное откровение ну поделитесь что вам Иисус Христос открыл не рассказывайте технические подробности тем которые еще там не были чтобы мы им захотелось там побывать это все равно что рассказать перед просмотром подробно фильм потом уже смотреть неинтересно но я от себя скажу я тоже там был и там было невероятно здорово я могу от себя лично сказать что для меня это был первый Трездес на котором я получил невероятную благодать и невероятное откровение и самое главное что я увидел там я увидел что есть команда что такое команда что такое тело Господа в действии тело на Господа в действии я увидел служителей которые по-настоящему посвящены нашему Господу Иисус Христос поэтому кто хочет сегодня первый выйти за свидетельство я думаю что мы начнем с кандидатов в данной